Сегодня мы будем говорить про симбиогенез, как происходят наши с вами клетки, априотические клетки. И сначала мы поговорим вообще про симбиоз в целом, это такой будет кусок, немножко развлекательный даже, метаболистический. Поэтому мы обсудим симбиогенез. В заключительной части обсудим результат симбиогенеза, произошли наши с вами клетки, а не в частности мы доходили. Мы в последней части пытаемся ответить на вопрос, сколько в нашей верте это встречается. Давайте начнем с симбиозом. Симбиоз – это способ сосуществования, совместного существования двух организмов, различных видов. И вот сразу с этого места начинаются с термином «симбиоз» некоторые проблемы. Потому что научное определение симбиоза на этом, собственно, заканчивается. Любое совместное существование двух организмов, оно, в общем-то, называется симбиозом. Однако в русском языке этот термин получил позитивный антенн. И по-русски часто воспринимают симбиоз как такой способ сосуществования, в котором либо один, либо другой партнер, либо оба получают какую-то выгоду от этого взаимного сосуществования. Но более точно воспринимать симбиоз как свой способ совместных организмов различных видов. И еще одна проблема с симбиозом, потому что символом достаточно часто используемым для обозначения симбиоза Служит пример симбиоза крокодила и чилиса, который чистит пасху крокодилу. Это пример владельца древно-треческим мыслителем Геродотом. Однако до сих пор, в общем-то, он не получил никакого научного гигантального подтверждения. То есть это многие относят вообще к такой выдумке, к этой байке. В общем, пока что научного подтверждения симбиотической связи между чилисом и крокодилом нет. Так что картинка, которая обычно индустрирует симбиоз, тоже имеет некие сложности у нас. Симбиоз можно разделить на несколько типов. Это выгодный симбиоз, когда оба взаимодействующих организма получают выгоду. Вот, допустим, у нас организм А и организм В — сообщество, взаимодействующее, да? Если они оба получают выгоду, то это будет взаимовыгодный симбиоз. Если только один из них получает выгоду, а другой, ну, другого не тихо-никого, то вот такой тип взаимодействия будет называться комменциализм. А если один получает выгоду, а другой от этого как-то страдает, то это называется паразитизм третьим вариантом синтетического взаимодействия. Давайте сейчас на нескольких примерах попробуем смотреть, я буду показывать, а вы не будете говорить, какой тип это взаимодействие — взаимовыгодный, комменциализм или паразитизм. Ну, первый пример — это рыба прилипала, и крупные морские рыбы — это комменциализм. Комменциализм, совершенно верно. Рыбы прикрепляют к брюху акулы и таким образом не экономят энергию, которые сами не плавают, они далеко сами плыть не могут, а прикрепленные к брюху больших морских животных, они передвигаются в большие расстояния. Видите, спиной плавник только прикрепал, это не похож на спинные плавники и других рыб, а приобразовался в такую присоску, похожую на гребенку. Другой пример — постельный клуб и человек. Паразитизм. Паразитизм, да. Но тут, наверное, комментарий излишний. Надеюсь, что никто из вас не сталкивался с этими замечательными существами. Хотя они до сих пор есть в Москве, так что я думаю, что определенные шансы есть. Еще пример человека-корова. Паразитизм. Паразитизм. Ну да, я думаю, что скорее правильно тут сказать паразитизм, потому что если мы сейчас выпустим корову в чистое поле, то вряд ли они смогут выжить. По крайней мере, современные коровы не способны к самостоятельному существованию. Ну и мы, очевидно, получаем некую пользу от коров. То есть это скорее пример паразитизма. Хотя понятно, что границы, в общем, разныты. Если брать, отскочить несколько десятых тысяч лет назад, то там, в общем, для коровы взаимодействие с человеком было неполезным. Так что вот это все разделение на комменциализм, взаимовыгодный, часто бывает недостаточно разным. Ну вот еще пример. Рыба-клоуна, морская анимона. Симбиоз. Симбиоз, это все симбиоз. 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 Взаимовыгодно. Скорее все-таки это комменциализм, потому что на морской анимоне нет практически никакой выгоды для того рыба-клоуна. А рыба-клоун защищается, прячась в анимоне, в которой есть стрекательный клеток, который токсичен для других животных и не опасен для рыбы-клоуна. То есть это вот рыба-клоун использует анимону так же, как рыба прилипала, использует крупных морских животных. Вот еще пример. Люду-кащик и медаи. Давайте я сначала вам про это немножко расскажу, потому что, может быть, этот пример уже вам не так знаком. В Африке водится такое животное, близкий родственник наших бурсуков, и птица-медаи укащик. А медаи укащик питается личинками хост-пчел, но, к сожалению, сам не может разорять ульи. Зато, когда он обнаруживает ульи, он начинает очень громко кричать, приманивая медаи, который может залезть на дерево, разорить ульи, съесть мед и оставить все остальное на съедание медаи укащика. Это такой пример? Замоудильщика. Замоудильщика, конечно. Это оба получают ольту. Рыба-удильщик и светящаяся бактерия. Ну, тоже такой интересный пример. Замоудильщика у рыбы-удильщика тоже, как у рыбы прилипало, преобразован один из плотников. Он образует такой вырост. На каньце выроста разрастается ткань, в этой ткани разводятся светящиеся бактерии, и появляется вот такая вот светящаяся набалдажная. Ну, скорее, это все-таки взаимовыгодный. Замоудильщик, потому что бактерии питаются какими-то остатками тканей этого удильщика, а удильщик использует свет, излучаемый тип бактерий, чтобы приманивать свою добычу. Другие рыбы думают, что это какое-то мелкое зернообразное, или какой-то сгусток бактерий подплывает, чтобы его съесть, и становят удильщик на какую-то следующее. Сейчас уже не нужно говорить какие-то примеры, я просто еще вам расскажу про несколько, на мой взгляд, интересных примеров симбиозов, о которых, может быть, кто-то из вас не знает. Если вы попадете в амазонские джунгли и будете ходить по ним, то вы увидите, что разнообразие растений в джунглях очень-очень высоко. На каждый момент приходят десятки, сотни, а может быть, даже и тысячи различных видов растений. То есть это такая смесь из огромного-огромного числа растений различных видов. Но вот оказалось, что в некоторых местах амазонских джунглей есть такие большие участки, в которых растет только одно растение. То есть это такие полянки, вот фотография такой небольшой полянки, где растет только один вид растения, что для джунглей совершенно невероятно. Местные жители назвали эти полянки «сады дьяволов», потому что это понятно, что это необычное, что будет суп, почему-то растет только один вид. И местные жители какие-то с этим связаны легенды, которые объясняют, как это произошло. Но что оказалось на самом деле? Оказалось на самом деле, что эти полянки являются следствием симбиоза между маринником троей, такое растение, и муравьем. Вот что в лакинское название написано на слайде. Что происходит? Оказывается, этот муравей вступает в симбиоз с этим растением. Ему очень нравится жить на этом растении. Растения образуют какие-то там пазухи, в которых эти муравьи прячутся, выделяют какие-то питательные вещества для муравья, а муравьи убивают все остальные растения в окрестностях, расчищают площадку для того, чтобы росло только это растение. Ему другие растения неинтересны, а это интересно. Он таким образом культивирует лужайку этого растения. Еще пример интересный симбиоза, который иллюстрирует очень большую условность симбиотических отношений. На прошлой лекции мы с вами говорили про слезевики. Самый известный слезевик — это диктиостелиум. Его достаточно много изучают в лаборатории. Это один из модельных объектов эукреотических клеток, один из наиболее просто устроенных эукреотических организмов. Я напомню, что я сказал в прошлый раз, что большую часть жизни этот слезевик живет в качестве одноклеточного организма. Но когда наступает время, когда заканчивается еда, в его окрестностях отдельные клетки начинают собираться вот в такую блямбу, эта блямба начинает расти, образует ножку, на ножке образуется такая головка, и с головки разлетаются в разные направления споры этого слезевика. Что же обнаружили ученые в совсем не очень давно вышедшей статье в журнале Nature? Что когда эти споры разлетаются, то оказывается, что иногда со спорами вместе с другим субстратом на большом расстоянии от этого попадают бактерии. Не только слезевики, но и бактерии. Вот на этом слайде на очень большом увеличении сняты споры слезевиков, это крупные такие овальные объекты, и маленькие точечки, это бактерии, они на таком увеличении видны просто как маленькие точки. Оказалось, что часть слезевиков умеет вместе с собой на большое расстояние переносить бактерии. Что оказалось? Что часть слезевиков из этой шляпки выступает в роли фермеров, которые захватывают бактерии, бактерия попадает внутрь фактически клетки этого слезевика, но вообще в норме слезевики питаются бактериями. А вот слезевики-фермеры не съедают до конца всех бактерий, а часть оставляют с собой. И когда образуются споры, эти бактерии переносятся на новый субстрат, они начинают размножаться, бактерии размножаются, слезевики едят этих бактерий и тоже размножаются. То есть это такой интересный пример примитивной сельскохозяйственной деятельности у одноклеточных организмов слезевиков. Получается, что большую часть жизни слезевик ест бактерий, но в момент, когда нужно распространяться, он вступает с ними в симбиоз, он их не съедает, бактерии в нем прекрасно себя чувствуют и даже распространяется вместе со слезевиком на большие расстояния. Вот в этой статье назвали тех слезевиков, которые умеют распространять бактерии, слезевиками фермерами. Они составляют где-то одну треть от всех слезевиков, которые попали на головку из столя образовываются споры. Симбиоз можно разделять не только по тому, как выгодно это одному, другому или обоим взаимодействующим организмам, но и по тому, насколько этот процесс обязательный. Симбиоз может быть факультативный. У вас, может быть, в школе есть какие-то факультативные занятия, которые необязательные. Ну вот и симбиоз может быть необязательный, когда обоим хорошо, но можно и так обойтись. А может быть обязательный, это называется облигатный. Вот уроки в школе, которые утром происходят, они у вас облигатные, обязательные. Ну и понятно, что обязательный может быть для одного из партнеров, а может быть для обоих партнеров. Сейчас мы посмотрим какие-то примеры факультативного и облигатного симбиоза. Пример факультативного необязательного симбиоза. Это симбиоз между одноклеточной водорослей аофилой и личинками пятнистой саламандры. Вот взрослые аосы пятнистой саламандры, а вот так выглядит и край пятнистой саламандры. Как вы можете обратить внимание, что это икринки зеленого цвета. Почему они зеленого цвета? Потому что в икринках поселяются водоросли аофила и начинают размножаться. А в фамилии роста эмбриона саламандры эмбрион растет, дышит, выделяет углекислый газ. Этот углекислый газ поглощается одноклеточными водорослями, которые тут живут. А наоборот, эти водоросли выделяют кислород, который использует развивающаяся личинка. При этом личинки могут развиваться и без водорослей, и водоросли могут жить сама по себе. Так что это пример необязательного симбиоза. Однако, если так проделан был эксперимент, сравнили скорость роста и скорость созревания эмбриона у личинок с водорослями и нет. Оказалось, что, конечно, с водорослями эмбрион саламандры развивается быстрее, больше и выживает с большей вероятностью. Тем, может, в общем-то, обойтись из этого. Несколько слайдов выше обсуждали пример того, как муравьи культивируют растения дрою. А это другой пример, когда растения культивируют своих собственных муравьев. Это растение бочерогая акация. Почему оно бочерогая? Потому что она образует вот такие шипы, не знаю, насколько хорошо видно на задних грядах. Но вот она образует такие шипы, похожие на бочерога. Поэтому она называется бочерогая акация. И вообще, акация достаточно интересное растение. Большая часть других видов акации умеют выделять всякие видов ядовитые вещества, которые защищают ее от поедания какими-то травоядными животными. Ну, это такой стандартный способ защиты растениями, выделения каких-то ядовитых веществ. Растение обычно в этом очень успешное. И практически в любой салоне живущей растению не делалось так, что ядовитые для кого-то. А эта бочерогая акация придумала другой способ. Она стала выделять не ядовитые вещества, а вещества, которые приманируют специальный вид муравьев. Всех за мирных рот этих муравьев. Всех за мир. В смысле, еще называют акациевые муравьи. Она выделяет покучи вещества, которые приманируют этих муравьев. Муравьи организуют колонию на этой акации. И акация подкармливает их. Ее даже специальные выросты на лесных образуются, которые муравьи едят. И для этих муравьев это, собственно, единственный приемлемый способ пропитания. Они питаются, фактически, специальными выростами, которыми их подкармливает акация. А в чем же роль этих муравьев? Во в том, что они прогодняют всех насекомых, которые приходят на эту акацию. То есть эти муравьи защищают эту акацию, следят за тем, чтобы не какой-то паразитник, кто хочет полакомиться вместе с этой акацией, там не зависит. Для акации это симбиоз очень выгодный, но необязательный. Они в саду прекрасно вырастут и без муравьев. Конечно, муравьи приносят в дикой природе. А вот муравьи не будут жить уже без этой акации. Это единственный способ существования. Это жизнь, питаясь выделениями этой акации и теми веществами, которые эта акация поставляет муравьям. То есть это пример симбиоза обязательного для одного организма и обязательного для другого. Ну, обязательный симбиоз для обоих организмов. Вам, на самом деле, нам хорошо знаком – это лишайники. Мы вообще воспринимаем лишайники как один цельный организм. То есть когда мы видим в лесу лишайник, мы видим, ну вот там, вот здесь мух, вот лишайник. Длинные, вот такие, очень похожие на нитки – это клетки гриба. Как вы, наверное, знаете, что у грибов обычно очень вытянутый длинный длинный след, который называется гриба. А зеленые – это клетки водоросля, которые фотосинтезируют и выставляют питательные вещества для гриба. Гриб выстраивает толстые-толстые защитные грани, которые защищают эти водоросли. И таким образом, ни гриб без водорослей жить не может в большинстве случаев лишайника, ни водорослей не может существовать без гриба. И распространяются водоросли с грибом совместно. Видите, распространение происходит такими маленькими участками, в которых содержатся клетка гриба и клетка воли. Это пример уже очень далеко зашедшего симбиоза, эти решайники водоросля эволюционируют большое количество лет вместе и очень сильно займутся к этой программе.